Всем привет! Меня зовут Макс. Мы возобновляем курс видеоуроков по GameGuru. И после такого длительного перерыва мне хотелось бы вам показать, как сделать лифт в данном конструкторе. Все достаточно просто, есть свои нюансы, но тем не менее получается достаточно играбельная вариация данного скрипта. Сейчас я вам хочу продемонстрировать то, как работает лифт. Хотелось бы сразу сказать, что лифт я настраивал исключительно под некоторые нужды. В виде нажми кнопку и он поедет вверх. Но дальше, вот видите, он едет. И он сейчас начнет циркулировать вверх-вниз. Это все изменяется на ваше усмотрение. Это не проблема. Смотрите, циркулирует. Сейчас я вам буду объяснять, как все это действительно работает и как все это изменить. Итак, мы перешли к скрипту. Скрипт, как видите, достаточно короткий, но тем не менее является многофункциональным. Первая перемена отвечает за максимальную критическую точку подъема, то есть верхняя граница. Следующая перемена, speed, отвечает за скорость передвижения лифта. LocalMove отвечает за координаты. LocalState отвечает за положение лифта. То есть ожидает, двигается вверх, двигается вниз и другие, какие вы бы хотели добавить. LocalReady отвечает за то, готов ли лифт подниматься вверх. Данная перемена была внедрена специально, чтобы сымитировать нажатие кнопки. Ну, в данном случае я просто нажимаю кнопку E. В инициализации функции я указал, что лифт сейчас в ждущем режиме и не двигается. Соответственно, координата его 0. Дальше мы в Main функции указываем небольшое условие. Если мы не готовы, то есть если лифт до сих пор еще стоит, тогда выведем сообщение нажмите E, чтобы двигаться. Проверяем нажатие кнопки E. Говорим, что лифт готов двигаться. И начинаем и устанавливаем положение передвижения вверх. Теперь вот этот блок отвечает за эти самые положения. Двигается вверх, двигается вниз. При движении вверх мы должны обязательно проверить, а не достигли мы верхней границы. Вот если мы ее не достигли, тогда мы отключаем физические свойства, то есть коллизию, чтобы игрок мог насквозь проходить. Двигаем вверх наш лифт с определенной скоростью, которую мы указали вот здесь. И поднимаем, и опять точнее включаем коллизию. К сожалению, гейм-гуру не работает под другую схему. Я пробовал обойти это, но только так. И дальше мы записываем координату. То есть каждый шаг плюс один. Тем самым он должен дойти до 200. В остальном случае, если мы достигли края, 200 в данном случае, то устанавливаем положение, что двигаемся вниз. Соответственно, положение двигаемся вниз. Если, ну здесь можно указать, например, двушку, если это как бы у нас получается нижняя граница, то есть помимо max, move, вы можете указать min. То есть минимальная. Сделаем ее 2. Вот. Если мы достигли нижней границы, тогда, точнее, пока мы ее не достигли, пока мы ее не достигли, мы делаем все то же самое, только перемещаем с отрицательной скоростью. В гемгуру нету функции двигаться вниз. Есть двигаться вверх. Но если мы используем минус перед скоростью, то он будет двигаться в противоположном направлении. И аналогичным образом передвигаем его. Только уже отнимаем координаты, поскольку мы двигаемся вниз. Соответственно, если мы достигли положения нижней точки, то говорим, что двигаемся вверх. Здесь вы также можете сделать какое-то условие. Например, вы достигли верха, и лифт больше не ездит вниз. Ставите ему положение wait. Пожалуйста, делайте как вам угодно. Соответственно, сейчас я вам покажу, как это все работает еще раз с внедрением, соответственно, новой переменной min.move. Но предварительно хотелось бы вам показать настройки данного лифта. Я баловался и пришел к выводу, что физику отключать ни в коем случае нельзя. Если вы ее отключите, лифт просто будет ездить вверх-вниз, и вы будете проходить насквозь. Если оставить данные параметры массы, силы трения, изначальные, которые были, это значение 100, тогда лифт, когда вы на нее наступаете, будет прогибаться под вами, и будет как-то менять свой угол наклона. Поэтому массу и силу трения я поставил им на 0. Соответственно, не забываем подключить наш скрипт. Теперь давайте проверим еще раз, как же все-таки это дело действует. Подходим к нашему лифту, нажимаем букву E, начинаем передвигаться вверх, и вот из-за этого появляются вот эти дергания. Но, заметьте, здесь их не видно, если смотреть вперед. И вот мы и опускаемся. Оп. Теперь давайте посмотрим, как работает перемена maxMove. Вот, видели, достигла. И как работает перемена minMove. То есть нижняя граница. Видите, где он останавливается. То есть можно даже ставить минусовые значения на самом деле. То есть minMove может быть минус 100, например, минус 200. Как вам угодно. Соответственно, на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Макс. В ближайшее время я буду вас радовать новыми уроками, новыми интересными уроками. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Обязательно переходите в группу ВКонтакте. Там всегда какие-то дискуссии. Очень много полезной информации. И всем пока.